А кто ты? Я-то лыж. Потомственный аллергик. Гадаю на копейной куче. Кстати, мало кто знает, что русские, вот, российские доктора. Я планировала полететь на экзамен в 22-м году, но я там чуть-чуть беременная оказалась. Купили билеты, приехали, и тут началась мобилизация. Ты мне там что-то писал 6-го сентября, а 8-го я родила. Я завтра прилетаю, меня встретят корпоративные такси, она такая, ждем вас, 431. В лор я реально полюбили. У тебя с онкологией то же самое? Я тебе скажу, у меня брат двойерный из Владивостока на машине и поехал в Турцию. Ты хочешь, чтобы я туда писал еще мужа? Желательно любящих детей. А, кстати, твоя жена к этому относится. Рад приветствовать вас на своем очередном подкасте. Сегодня у меня в гостях человек, которого я впервые вижу. Мы еще не знакомы, вот сейчас будем знакомиться. При всех. Да, я подписан на Гунель, когда я находился в Турции, когда я там жил полгода. Я следил за вашим аккаунтом, следил за тем, чем вы занимаетесь. Расскажите, наверное, в двух словах, кто вы, кем работаете, где живете, откуда вы родом. Хорошо. Меня зовут Гунель, мне 28 лет. Родилась и выросла я в России. Я врач от ариноларинголог, от аневролог. По поводу Турции, как я к этому пришла. Примерно где-то на четвертом курсе я начала рассматривать варианты. Мне не хотелось оставаться в России тогда. Вот, куда можно было бы дальше податься. Разные были варианты. Германия, но там надо было немецкий учить. А потом я наткнулась на Турцию. Подумала, что в целом я азербайджанка, и мне будет легко выучить турецкий. Начала искать. Нашла видео Рахима, и у него внизу была ссылка, где можно было вступить в чат. В WhatsApp. Кто такой Рахим? Это очень хороший человек. Он первый. Вкратце, он в Турции. Он кардиолог. Сейчас, может быть, он уже не в Турции. То есть у нас не было какой-то с ним связи напрямую, как с остальными ребятами. Просто через него я про все это узнала. Он выкладывал ролики о том, как он подтвердил диплом. В Турции. Да, как поступал это все. И у него был канал, куда врачи поступали. Вступали тысячи. И задавали свои вопросы. Я туда вступила. Потом что было? Потом я решила, что мне нужны книги. И свои первые книги, чтобы купить, я устроилась на работу. Нет, в диспетчерскую скорой помощи на первую зарплату. Я купила свои первые книги «Голубые туздата». Это все четвертый курс? Да, все четвертый курс. Вот в этой же группе я познакомилась с девочкой. Она, кстати, подтвердила диплом. У нее тоже свой канал. Недавно смотрела, там, работу ищет и все такое. Книги прилетели в Питер, оттуда мне. Потом я познакомилась в этой же группе с Асланом. Может быть, ты его знаешь? Аслан. Это что, знакомое, да, имя? И примерно в этот период, для того, чтобы скамковать информацию, Аслан создает группу ВКонтакте, русскоговорящие врачи в Турции. Тогда я к этому вообще никакого отношения не имела. Я просто была одна из тех, кто смотрит, лайкает, если надо, комментирует. Ну, получается, это, по-моему, 17-18 год. Вот с этого периода я всю эту информацию фильтрую, ищу. Ну, я здесь как будто бы все, уже знаю. Что было потом? Потом Аслан вообще исчез. Была такая ситуация, но все, удалился везде, заблокировал свои соцсети. Он сказал, что ему могли позвонить 3 часа ночи и задавать вопросы. В то время вы общались с ним? Мы всегда общались, мы и сейчас общаемся, у нас хорошие взаимоотношения. И он из-за этого как-то, ну, видимо, устал, ушел со всех социальных сетей. А до этого он какие-то тексты добавлял. Я говорила, можно я это редактирую, мне не нравится. Вот, да, пожалуйста. По стете поделать? Да. Я редактировала то, что он пишет, и ему нравилось, он выкладывал. Потом я сказала, мне интересно, можно сделай меня админом, я типа буду вести. Так я начала вести группу ВКонтакте. Это был 20-й год. А где-то 20-21 год мы еще познакомились с доктором Майзером. Он сейчас тоже в Турции. У тебя я хорошо знаю. Вот, от ариноларинголог. Аслан у нас сейчас в педиатрии в резидентуре. И он предложил такой вариант. Он говорит, я могу покупать книги, кому нужно, и по каргу давай будем доставлять. Вот. Давай создадим страницу в Инстаграме. Это, кстати, его идея была. С этим мотивом... Страницу вы создали? Да, с этим мотивом была создана... Вы, ты. Давай решим. Да, я создала страницу в Инстаграме. Так появилась у нас страничка в Инстаграме. Там уже разные моменты. Вот как раз-таки в 21-м году я подумала, что я могла бы создать словарик медицинский. Потому что я же сама на 6-м, на 5-м что-то читала, вычитывала, выписывала. Так у меня появился первый мой, стыдно говорить, продукт, но работа моя. Это как хобби же было, правильно? Да, всегда это было. Это вот все, что я делаю в плане русс-хеким, российские доктора. Кстати, мало кто знает, что русс-хеким это российские доктора. Это все мне очень нравится. Мне вообще не в тягость. Смотри, как было. Оказывается, мы как будто бы придумали, но не знали друг о друге. Изначально Аслан поставил русс-хеким ВКонтакте. Я когда создавала Инстаграм, я думала, что это я придумала. Но он придумал это намного раньше. То есть как-то вот продумались так. Я не знала того, что там такая строка. Хотя, может быть, действительно, все равно же перед глазами. А вы имеете в виду, что адресная строка там была русс-хеким допишена? Да, я не обращала на это внимания. Ну, по-любому как-то в голове это запомнила. Ну, давайте так. Придумал Аслан. Будем так. Но я когда придумывала, я не знала, что мы уже русс-хеким. Мы были русскоговорящие врачи в Турции. Про словарик. Так у меня появился словарик в 21-м году. И параллельно я была репетитором медицинского турецкого языка. Если честно, тупо по словарику какие-то там темы, все это примерно обсуждалось. Потом я забеременела, и мне было очень тяжело вести уроки. Кстати, в этот период, когда я была беременна, оказывается, ты мне писал. Я об этом узнала, когда ты меня отметила недавно. Я смотрю, там есть переписка, ты мне там что-то писала 6 сентября. А 8-го я родила. Я отметил русс-хеким. Там, я так понимаю, ординатор резидента. Правильно? Резидент, говорите? Да, там резидент. Она выступала у нас на нашей платформе, на вебинарной. А, Мика? Да. И она рассказывала... Невролог. Да, она рассказывала про учебу. Какие там нюансы есть. Да, она, наверное, самая старшая из всех. Ну, и активно тоже. То есть она уже либо закончила, либо заканчивает неврологию. Неврология, это, кстати, очень крутое направление. Одно из перспективных. И сложное, мне кажется. И сложное, да. Потому что в Турции же как? Где много работы, туда легко поступить. Там нейрохирургия. Общая хирургия. Где, да, кардиохирургия. А где действительно надо поспокойнее. Там дермат-венерология, неврология, ну, более-менее спокойнее. Лор очень ценится, пластические хирургии. Это все... Что значит спокойнее? Нейрохирургии ты будешь дежурить через день. А, я понял, работы меньше ты имеешь в виду. Да, да. А дермат-венерологии не через день. Может, там вообще не надо дежурить. А по зарплате примерно одинаково? По зарплате, смотри, я не могу сориентировать. Но когда мне это было интересно, когда я хотела это все очень сильно на четвертом курсе, я и до зарплаты добралась. И тогда она была значительно больше, чем в России, даже в Москве. Но сейчас инфляция. И в связи с этим тяжести в этом плане. Но мы недавно общались с офтальмологом. И вот он говорил, что он как врач-резидент получает 2000 долларов. Граждане Турецкой Республики получают 3000 долларов. Иностранцы получают 500. Там такой момент, но можно судиться, он как иностранец, он поэтому 2000 получает. Но это нормально. Нормальная практика с недавнейшим. Ты сейчас на конкурсе? Я врач. Ты уже врач? Я в России. Но еще в России. Да, я в России. В чем в России? Я планировала полететь на экзамен в 22-м году. Но я там чуть-чуть беременна оказалась. Приоритеты поменялись. Да. А сейчас у меня маленький ребенок, ей полтора года. Я не могу с ней вдвоем поехать. Что я буду с ней там делать? Загласен, тяжеловато будет. Да. Тут одному тяжеловато. Катец. С ребенком еще тяжелее. У тебя же тоже ребенок. Двое. Да? А почему вы вернулись обратно? Мы вообще планировали там остаться. Я готовился к экзаменам. Ну как готовился? Ты заходил вообще? Я особо не занимался, потому что были, наверное, другие, но были важные вопросы, потому что у меня же семья. И мне важно было себя финансово обеспечить, чтобы я мог учиться. То есть и финансовая часть была, и чтобы учеба была. Я в то время занимался видеомонтажом. Вот. А потом, когда просто родители позвали, сказали, мы соскучились по вам. Приезжайте, пожалуйста, к нам в Россию. Мы по детям соскучились. Я говорю, хорошо. Купили билеты, приехали. И тут началась мобилизация. Вы не смогли уехать обратно? Я не то чтобы об этом думал, чтобы прям вернуться, убежать обратно. Но было несколько вопросов в том, что, во-первых, мои вещи все остались в Турции. Большая часть моих вещей. Вот. А поехать, полететь было дороговато. Билеты стоили в районе 800 тысяч. Ну, там за миллион было. Но это же чуть попозже изменилось. А, попозже изменилось, да. Попозже еще и изменилась ситуация в Турции. Начались землетрясения. Да. У меня как раз там жил в то время мой брат двоюродный, который меня изначально туда привлек, так скажем. И он уже там сдал экзамен, подтвердил свой диплом и готовился к поступлению... В резидентуру. В резидентуру, да, по урологии. Вот. И когда он там жил, он уже поступил, но там начались землетрясения. Он еще переехал в какой-то другой город, не в Бурсе он был, а там соседний город какой-то. Там жил на многоэтажке, где прям очень сильно чувствовал землетрясение, поэтому они решили оттуда уехать. Это психологически очень тяжело. У нас как раз-таки Азер и Мика в водонеже они. Он снимал во время землетрясения люстру, и там просто ходуном. Мика очень сильно тоже испугалась. Ну, я очень как бы жалею, что я оттуда уехал, потому что мне безумно нравилось там жить. Просто мне очень нравилось там жить. А где именно ты жил? В Бурсе. Ну, можно в другой город, который, ну, не так подвержен землетрясению. Так как он и не подвержен землетрясению? А почему ты не возвращаешься? Ну, что там было в землетрясении? Родители, как бы, ну, сейчас такой период у родителей, что они начинают заболевать. Вот. А я тут единственный врач. Я могу, конечно, дистанционно помочь. У меня очень много знакомых в Туре области. Ну, по сути, очень много вопросов вот так решается. Да, да. Более того, я скажу, я здесь не так часто их вижу, как если бы я в Турции жил, то бы то же самое. Вот. То есть мы, может быть, иногда там встречаемся раз в месяц, какой-то день рождения, и собираемся. А так все время работаю здесь, в клинике частной, с утра до вечера, с 8 до 9. У меня хорошая работа здесь, если что. У меня тоже хорошая работа. У меня лучшая. Ты? Ну, в плане, смотри, да, мне моя работа нравится. Что мне нравится? Все. Все. Я работаю от 3 до 6 часов в день. Так. Зарплата для моего города у меня хорошая. Сколько? То есть мне хватит минимум 50. Вот. Мне хватает для того, чтобы какие-то свои потребности, потребности моего ребенка, что-то отложить, что-то там на кредиты. В целом, ну, конечно, да, кто-то откладывает по 50 тысяч в месяц, а я столько получаю, но в целом, на данном этапе моей жизни меня это очень даже устраивает. Нормально. Сам робот приносит удовольствие? Да, я очень люблю свою работу. Мне нравится, что... А в чем заключается? Я лор. От Ирины Ларинголога, это невролог. Я понял, что ты делаешь? В чем заключается? Это частная клиника. Типа поликлиника? Да. Вот. Кто придет, с тема работаю. Ну, манипуляции ты делаешь? Если надо, делаю. Там, наверное, бывают такие ситуации, например, надо пункцию сделать. Я говорю, вам стационар, а там говорят, нет, давай, ты делай. Сама лет. У нас причем город такой маленький, там прям, нет, давай, ты делай. Там реально так говорить могут. Операции? Как-то как-то операционные у нас есть, но пока нет. Я думаю, в будущем, если я захочу, да, это будет. Вот, что мне еще нравится. В клинике, в которой я работаю, нет такого, что мне скажут, нет, нельзя. Я захотела что-то. Ко мне приходит финансовый директор, говорит, можете что-то новенькое купить. Вот, в этом плане мне нравится. Если я что-то прошу, какие-то курсы, обучение, с радостью. И при чем все оплачивают? Зарова. Да. Вот, поэтому я говорю, мне нравится. Я сегодня утром писала своему генеральному директору, я завтра прилетаю. Меня встретит корпоративное такси, он такая, ждем вас, 45 минут. Какой бизнес-уровень. Да, ну, я чувствую, что, как бы, правильно, как будто бы меня любят, да, вот так вот. Может быть, это, конечно, иллюзия. Нет, в целом, это не то, чтобы так ко мне относятся, так относятся ко всем врачам, которые у нас в клинике. У нас гинекологи, пасмитологи, да. Да. У нас корпоративное такси. Я изволовалась, я на нем еду на работу и сработаю. То есть ко всем так относятся, и всех обучают, если хотят. Это что за какой город? Приезжайте к нам в Димитровград. Это город Димитровград, Ульяновская область. Клиника МКС, спутник вашего здоровья. И тут будет реклама. За которую мне не платили. Слушай, я, когда пришел в клинику, я туда пришел не устраиваться хирургом-онкологом, я туда пришел с своим проектом, потому что мне более важнее был свой проект продвинуть. Ты именно вебинарный? Вебинарный, да. То есть на то время только вебинары были, никаких там подкастов, никаких там интервью вообще, даже в помине. Были мысли, но не было средств аппаратуры. И то есть можно было только онлайн через телефон, там, видео провести онлайн вебинар. Но зато я наработал навык говорить, общаться с врачами за год. Сколько я вебинаров провел? Около 20, ну больше 20. И я пришел к главному врачу, вот говорю, у меня такая вот классная идея. Я вебинары провожу с врачами, тем самым продвигаю врачей, раскрываю врачей. То есть врачи узнают пациенты. Мы делаем это только для пациентов, не для врачей эти вебинары проводим. Какие-то раскрываем темы, такие самые-самые актуальные, самые такие, которые на поверхности. Даем какие-то рекомендации. То есть не лечение, а вот именно как избежать той или иной болезни. И ему эта идея понравилась, этому главному врачу. Он в свое время был у меня куратором, когда я хирургии учился в интернатуре. То есть он у меня был, показывал. Немножко так по знакомству получается. Да, ну как, просто как бы, да, был период, там, неделю я у него занимался, и больше я его не видел. Я провел с ним вебинар, с этим главным врачом. Провел несколько вебинаров с другими врачами, там, с гинекологом, с педиатром. Вот, и потом я смотрю, другие врачи не очень активно хотят, боятся, стесняются провести вебинар. Боятся камер. И я на этапе вернулся в онкоцентр, в государственную клинику, в которой я находился в декрете. И я понял, что там ничего не изменилось. Ну, от зарплаты, ну, в принципе, меня зарплата никогда не волновала об онкоцентре, потому что я туда не за зарплату шел, а за хирургию я пошел. Мы с тобой помнишь об этом говорили? Про деньги в онкологии. Да, да, да. Ты молодец. Вот, и мне реально очень нравится хирургия, большая хирургия. Я обожал эти операции, сам ритуал этот, погружение в операционное. Вот, но я понял, что я не продвинусь вперед, как хирург. Поэтому я решил уйти туда, в частный центр, во-первых, чтобы и вебинары снимать с врачами, ближе к врачам быть, вот, и как бы работать хирургом, онкологом. Ты тут делаешь хирургические какие-то операции? Да, я на молочной железе оперирую, я делаю все амбулаторные операции хирургические. У меня такая фраза есть, ну, возможно, я ее тоже где-то увидела, она в голове осела, что я вот Арина Ларингологи по любви. Вот, может быть, в медицине, когда я училась шесть год, это было тяжеловато, я такого не могла сказать. Но в лор я реально по любви. У тебя с онкологией то же самое? У меня больше не с онкологией, а больше с хирургией, наверное, любовь. Вот, онкологию сложно любить. Онкология не ревнует? Нет, сама онкологию просто сложно любить, потому что там тяжеловато. Это эмоционально, психологически тяжело. Милостьюшнего то, что я не погружаюсь в саму историю, эмоционально не погружаюсь в вот эту проблему пациентов. У тебя получается... Да, у меня приглашается, не знаю, чувство, то есть я не чувствую ничего плохого такого. Там депрессии у меня нет, апатии нету, то есть у меня прям холодный, здравый ум, который помогает мне помочь пациенту. Это здорово на самом деле, я, наверное, так не смогла бы. Когда ко мне приходит пациент, мы очень много разговариваем. У меня есть пациент, который приходит реально поговорить. По душам. Она записывается, говорит, мне кажется, мне горло болит, посмотрите. И потом начинается. Обо всем рассказ я знаю, ее детей. Расскажи, пожалуйста, ты азербайджанка? Да. Ты знаешь азербайджанский? Я знаю азербайджанский, наверное. Да, я его знаю. Но, если честно, у меня на азербайджанском акцент. Я на турецком по разговору. Ты путаешь, короче. Не путаю, не путаю. Я больше слов я знаю, конечно, на азербайджанском. Но когда я на нем говорю, у меня прям акцент. Российский вот этот вот жер. Все вот эти слова. Ну-ка, скажи что-нибудь. Давай не будем позориться. Нет, почему? Мне просто интересно послушать. Я могу тебе стих рассказать. Давай. Я очень стесняюсь. Я просто, знаешь, у нас такой менталитет азербайджанцев. Когда ты что-то говоришь не так, они тобой смеются. У русских такого менталитета нет. У меня тоже акцент. Давай тогда ты первый. Я же по национальности не азербайджанец. А кто ты? Я талыш. Ну, у вас же тоже там какой-то язык. Ты азербайджанский не знаешь? Да, у меня талышский язык. Я знаю азербайджанский. Он не похож? Вообще нет. Это иранский группой. Давай ты первый на азербайджанском тогда. Надеемся. У тебя точно есть акцент? Есть акцент. Наверное, у меня получше, чем у тебя. Ну, давай. Я в первом классе. Я, кстати, первые три класса в Азербайджане училась. И там в первом классе, когда я пошла в школу, в этот год пошел в школу маленький Хейдарчик, внук Хейдара Лиева. Подожди, ты родилась в России. Да. Что ты делала в Азербайджане? Ладно, давай сначала. Я родилась в России. Я пошла в первый класс. У меня началась... Типа я начала часто болеть. Это была аллергия, но об этом мы позже узнали. Мне сказали, езжайте. К себе на родину. Откуда вы там должны были? Где вы там должны были? И все пройдет. Я приехала, не прошло, только хуже стало, там уже больше растительности. И, в общем, я в первом классе в России пошла, потом опять в первом классе в Азербайджане. И в этот год пошел внук Хейдара Лиева, маленький Хейдарчик. И там дарили, типа, набор, сумка, ручки. В смысле, пошел? Он тоже первый класс пошел. А, я думал, он начал ходить. И по всей... Нет. Мы, получается, с ним минус ровесники. И всем, по всему Азербайджану дарили подарки. Вот, у меня фамилия Ре, но мы к этому подойдем. Надо было стих рассказать. И я этот стих выучила. У меня фамилия на букву Ре. И мне достался черный рюкзак, а не розовый, потому что я была последняя. Там всем дали рюкзаки. У меня был черный. У мальчика был синий, у девочек розовый, а у меня черный. Ну, черный классно. Ничего, я брату отдала двоюродному. Он тоже в первый класс тогда пошел. Потому что мне мама уже из России все купила. Она порвалась у него раньше, чем моя сумка из России. Сумка для обуви? Нет, рюкзачок. Вот, первые три класса я там отучилась. Потом мы собирались переехать. У меня мама приехала. Ты обучалась на русскоговорящей... Нет, в деревне, в горах, первый класс, азербайджанский язык. Я писать умею, читать умею на азербайджанском. Вот поэтому турецкий мне близок. Да, потому что буквы... Ну, чуть-чуть отличия есть. Хотя нет, там вроде и нет отличий. Ты за три года научилась, да, все, в принципе, базам? Ну, я же в первый класс пошла. Училась как все. В математике, конечно, мне капец как скучно было на уроках математики. Азербайджанский язык у меня, я все помню, короче, всегда для меня это триггер. Буква Т. Я писала ее... Или буква Мэ? Буква Мэ. Азербайджанская буква Мэ, она пишется как Т русская. Первое время в тетрадях у меня была русская Мэ. И у меня был очень красивый почерк, и мне преподаватель, учитель зачеркивал мою букву Мэ и писал русскую. Вот там все было только вот так вот, а все остальное было правильно. Это продолжалось достаточно долго, пока я не привыкла. И тогда я для себя решила, что я пишу ей печатный, чтобы туда и туда подходила. Вот эта буква Мэ. Потом мы хотели переехать. У меня мама приехала с братом. Но в Азербайджане, в соседней деревне, произошло землетрясение. И трехэтажный дом. Это Ханларский район. Ой-ой. Что? Деревня называется наша Панахлалар. В соседней деревне жила моя тетя, мамина сестра. И их трехэтажный дом, но он просто полностью по землю ушел. И они всей семьей, с тремя детьми туда переехали. К бабушке с дедушкой. Никто не пострадал. Он постепенно уходил, они успели все вывести. Ну и, соответственно, нам было куда ехать, а им нет. Поэтому мы вернулись обратно в Россию. И я пошла в четвертый класс. Это было ужасно. Я все понимала, ответить особо не могла. У меня все оценки за четвертый класс были тройки. Кроме математики. Там была только четверка. Потому что там говорить не надо было, там просто решал. Но в целом, знаешь, что хочу сказать? Одноклассники меня не обижали. То есть в этом плане, наверное, мне очень повезло. Они мне всегда помогали. Я просто смотрю, разные ситуации бывают. Буллинги, не буллинги. У тебя не было такого? В четвертом классе точно нет. Тебе школа нравилась? Школы нет. Нет? Почему? Ну, я не знаю. Мне все равно было тяжело. Ну, ты представь, ты не можешь говорить. Ты вообще не мило говорить? Ну, тяжело было. Мне прям долго пришлось адаптироваться. Три года на русском я вообще ничего не говорила. Да, ты же в деревне училась. Там никто по-русски не говорил. У нас был русский язык. Там типа вилка, ложка. Молодец. Ну, как-то так. А так никто не говорил по-русски? Нет, незачем было. Блин, прикольно. Кстати, когда я вернулась в Россию, мы опять пошли обследоваться, и у меня появилась аллергия, и просто какой-то цитрин спас меня очень быстро. У меня постоянно были глаза. Сейчас нет такой проблемы? Есть, есть. Я аллергик прям. Потомственный аллергик. Гадаю на кофейных кучах. В этом плане, да. Аллергия оказалась это еще. И сезонная была. В школе сначала из-за того, что у меня были плохие оценки, я попала в класс со слабыми, скажем так. Ну, у кого тройки, четверки. Потом в девятом классе... Это типа В, Г? Что? Д. Д? Д. Это Д. Потом меня перевели в другой, в девятом классе, в другой класс. В десятом классе. Это нормально в школе все было. Почему ты решила врачом стать? Врачом? Мне казалось, что если я стану врачом... Я спасу весь мир. Мне больше ничего же страшного не будет. Это самое тяжелое, что может быть. И я вообще не думала, что я смогу поступить. Все хейтят ЕГЭ, что это плохо. Но на самом деле, это способ действительно поступить. Без каких-либо связей. Я поступила. Сам ГМУ. Здравствуйте. Я поступила в Самарский медицинский государственный университет. Это рядом? Рядом, да, с Димитровградом. Два с половиной часа на машине. Ничего себе. Что могу сказать об университете? Я думаю, что в любом медицинском тяжело. У нас была группа хорошая. Реально хорошая. Мы могли поругаться, как брат с сестрой. Через пять минут как ни в чем не бывало. Мы просто как-то контактировали с другими. Они там что-то друг друга кричали, ругались. Там прям агрессивные какие-то эти были. У нас такого не было. У нас каждая была личность с характером, да. Но мы все были с пониманием друг друга, помогали друг другу. У меня вообще географический кретинизм, по-моему, это так называется. Очень плохо ориентируюсь в пространстве. Если меня просто повернуть, я в новом месте. Прикольно. И все эти шесть лет они обо мне заботились. Спасибо. Там реально было так, поверни направо. Ты видишь что-то там? Теперь налево. Реально так и было. Все шесть лет. Я еще, бывало такое, что я заблудилась. И они там геолокацию скидывали, давай. Если бы не два ГИС, я до шестого курса вплоть добиралась по два ГИС в доконат. Спасибо, два ГИС, разработчиков еще раз, еще одна реклама. Нет, у меня с этим правда проблема. То есть, кстати, в Питере я ни разу не заблудилась. Не знаю, но в Самаре постоянно. Большой ворот? В Самаре, если сравнивать с Питером, нет, если сравнивать с моим городом, мне подсказывает, два что, миллиона. Ух, большой. Большой. И он еще, знаешь какой? Он в разброс. Сильно в разброс. Просто посмотри карту, ты поймешь. Там все в разброс. Там может быть многоэтажка, рядом деревянный дом. У нас тоже так же в Туле. Да? Здорово. Но в Питере я реально ни разу не заблудилась. Я просто всегда доходила до какого-то метро. Я ординатуру в Питере окончила. Почему? В Питере. Поступила. Я понял, почему захотела в Питер? Там такая ситуация была. Я просто, когда я поступала, начался ковид. И там мы поступали не то, чтобы ты документы принес, а все электронное, и ты мог подать согласие. Я выбирала, ну не знаю, что-то я только в Питере рассматривала. Может быть, подруги здесь, еще что-то. Нет. Нам университет крутой. Ты как-то знаешь, я закончила университет, меня родители в Турцию не пустили, сказали, да учись, если у тебя не получится, чтобы ты вернуться могла. Это хороший хитрый ход с их стороны. Вот. И я выбрала Питер. Я что-то еще хотела сказать. И как раз-таки, это опять-таки были времена ковида, и тогда наши ребята, Айзер, Рейхан, они через Белоруссию как-то там пешочком, на машине, вот так вот они границу, кстати, пересекали, чтобы добраться в Турцию. Я тебе скажу, у меня брат Дуеверный из Владивостока на машине поехал в Турцию. Получилось? У нас же тоже получилось. Знаете, сколько это дней? Но они тоже по пересадкам, вот это все. Это около двух недель. Но я думаю, оно того стоит. И вот по поводу ординатуры. Мы загружали документы, можно было, по-моему, выбрать три вуза, два направления в каждом, и только на одно подать согласие. Нельзя было везде подавать. И получится, получится, типа, ставь на любую лошадку. Я поставила на мечку. И моя лошадка пришла к финалу. Я не стала что-то мудрить, забирать, другое место Как тебе ординатура в Питере? Мне моя ординатура в мечке понравилась. Весь первый год я провела в больнице Минирауфуса, детское отделение. Кстати, Рауфус, он тоже лор. Это так символично для меня было. Типа, круто. Что я могу сказать? В первое время было очень тяжело, потому что нужно привыкнуть к ритму. Там было достаточно строго. Не было такого, что нас чему-то не учили. Если ты хочешь, тебя научат. Не было такого, что... Это везде так, мне кажется. Наверное, да. Ну, хотя нет. Есть с чем сравнить. Не везде так. У меня была хорошая ординатура, я очень довольна. Все, что можно было дать, мне дали. Второй год. Я была осветителем Луки. Она больше урологическая, но там есть хирургическое отделение и койки лор. То есть там пациента плановым. Что мне там понравилось? Все. Там такое было, что мы, когда пришли, там операционные строили. Ну, выстраивали. Новые делали, да? Да, и буквально за пару месяцев она была готова. Мы уже оперировали, количество койок увеличилось. Что оперировали? Там все. У нас был пластический хирург, он и есть, я думаю, там носы, там удаление. Ну, все. По твоей зиме, короче. Да. Но, я думаю, не у всех, наверное, есть в штате пластический хирург. Слушай, а ты не хочешь стать пластическим хирургом? Это надо опять ординатуру проходить. И нет, не хочу. Я увидела, как это. Как бы, это эстетика. Сложно угодить. Это прямо надо быть... Я понимаю, там контингент свой. Да. Мне больше нравится вот моя ордина ларингология в моем плане, что вот чем-то он заболел, я лечу, у меня получилось, мы молодцы, мы справились, вот это вот ощущение. Мне нравится. В перспективе дальше, что будет у тебя? У меня в каком плане? В России в целом. Смотри, когда я устроилась в клинику, ко мне часто приходили пациенты с головокружениями, с шумом в ушах. Я начала искать кто-то невролога, казалось, что у нас в городе нет. В области, по-моему, я тоже не нашла, ближайший был в Самаре. И там, ну, достаточно дорого, людям еще добираться. Я подумала, почему бы мне не отучиться? Ведь моя специальность мне позволяет. А надо было подумать, а почему кто-то другой не учится? Наверное, что-то там не так. Я обратилась с этим генеральному директору, мне все оплатили курсы. Сколько по длительности обучалась? Курс, там знаешь как, прям когда я хотела, этот курс, он уже был. То есть мне в записи дали. Там что-то, несколько уроков по пять часов, ну, прям они очень объемные. И это, кстати, одно из тех видео, которые я смотрела с удовольствием, прям вот реально, поголощая, очень классные уроки. Сама информация была или подача? Да, все классно было, все. То есть это не было вот, что просто тебя с чего-то там читать, там реально рассказывать, сразу пример, рассказывать, сразу пример, рассказывать, что делать, сразу показывать. Вот опять-таки хвалю свою клинику, что они мне и курсы оплатили. После курса оборудования, какое нужно было, ну, у меня очки фрезали, нужны были, мне это купили. Можно переключиться, недавно была конференция лор, и мы зашли на секцию вестибулярное нарушение. И там, ну, полон зал, и лектор спрашивает, у кого есть очки фрезали? Там, ну, буквально пять рук, и я понимаю, что одна из них моя. Типа... Прикольно. Да, я посчитывала себя... Гордость за свою клинику. Да, что это круто, что мне такие условия создали. Мне сейчас это направление очень нравится, но это, знаешь, какой разный континент. Мне нравится детская тариноларингология. Я не говорю, что у взрослого не хочу, но нравится больше детская. А тут головокружение, шум в ушах, это прям контингент плюс... Плюс. Пятьдесят. Да, где-то так вот. Это такое, разное. Ну да. Вот. Ты не хочешь детскую идти? Полностью. Я думаю, если у нас, например, в клинике появится второй лор, то с радостью, что только-только детский. Пока, наверное, нет. В целом, со взрослыми тоже очень интересно, но у детей есть своя специфика. Так, ты в России останешься? Пока что, да. Пока у меня ребенок маленький. А потом? Ну, ты представь. Потом. Вот, слушай, знаешь, в 20-м году я была уверена, что я, например, еду в Турцию. Это мечта? Это была мечта. Я купила билеты в Азербайджан. Чтобы там записаться на курсы, я купила билеты. Ну, кстати, мне деньги вернули только в 23-м году за этот билет. Ничего себе. В Азербайджанской авиалинии. Там они что-то писали, пока они возобновляются. Видишь, не получилось. Поэтому заранее что-то говорить хотелось бы мне. Да мне много чего хотелось бы. Хотелось бы мне в Турцию. Просто, чтобы понимать перспективу в дальнейшем, да, ты видишь такой вариант? Это один из тех вариантов, которые я рассматриваю сейчас. На ближайшие, скажем так, пока моему ребенку года три не исполнится, это я у себя в городе. Это я живу с родителями, работаю, чтобы она немного подросла. А там мы же будем рассматривать. Что в семейном плане? Есть какие-то пожелания? В семейном плане? Ты хочешь, чтобы я написала, ищу мужа? Желательно любящих детей? Нет. Ну, ты ищешь. Ну, не то, чтобы ищешь, я имею в виду... Открыто ли? Хочешь, да. Здесь, знаешь, немножко сложно, потому что если раньше я хотела бы просто выйти замуж, а сейчас у меня есть ребенок, я бы хотела бы, чтобы это был еще и хороший отец. То есть для меня это важный пункт. Если этого не будет, то... Ты же понимаешь, хороший отец, он не становится сразу хорошим отцом. Знаешь, есть люди, которые просто сразу детей не воспринимают. Любить, а ты больше не воспринимают. Родители не врачи. Нет, у меня родители простые люди. Мама домохозяйка, папа всю жизнь на заводе работает. А брат? Брат у меня кайфарик. Ему 24. Молодой. Да. Он в Казани живет. В Казани живет? Работает, да. О, прикольно. Да. Но он такой... Он очень надежный. В плане как мужчина, как сын. Ну, младший же. Младший, но он уже очень надежный человек. У тебя есть дочь? Да. Мне однажды такую фразу сказали, когда у тебя рождается дочь, первое, что следует попросить у Всевышнего, это хорошую судьбу для нее. Ну, это на нашем языке было. Вот. И желаю ей хорошей судьбы. Спасибо. Ну, на самом деле, для меня семья на первом месте. То есть я сейчас стараюсь даже работу уменьшать и делать так, чтобы моя стоимость увеличилась, а не... Количество. Чтобы я мог больше уделять времени семье и себе. Как, кстати, твоя жена к этому относится? К чему? К твоим операциям. С юмором. Ну, блин, я не знаю. Она не сестра или училась? Она не сестра. Она подкалывает меня все время. Ну, что там, как там? Вообще пощупал. У нас, по-моему, на четвертом или на пятом курсе была онкология, и нас брали в операционную. И там, на самом деле, вообще не... Да... Ну, там прямо работа, работа, реально. Они там между собой что-то разговаривали, шутили, конечно. Но это реальная работа. Ничего там такого нет. Орюновать точно не к чему. Только, наверное, шутить. Я же не только онколог. У меня сейчас основное – это мамология. Потому что в частной клинике онкологии не так много, на самом деле. Многие боятся, во-первых, обращаться к онкологии. А я знаешь... Онкология же случайно выявляется. У меня часто бывает такое, что... Думаю, вот направлю к онкологу, а там ничего нет, и он надо мной смеяться будет. Как-то как-то матрасишься. Как-то как-то матрасишься. Как-то как-то матрасишься. Наоборот, это хорошо. Я за. Но я все равно, я думаю, вот рано или поздно мне позвонят и скажут, ты нас достала, дорогуша. Ты не смотрела подкаст «Мазгематолога»? Нет. Ну, там кусочками. Она очень классная фраза сказала. Она сказала, лучше пускай ко мне придет пациент. Я ей спрашивал, типа, как часто бывает, что к вам приходят пациенты не по адресу? Она сказала, пускай лучше придет не по адресу и узнает, что у нее все хорошо, чем она не придет, и у нее будет все плохо. Угу. Рада была знакомству. Да, взаимно. Я, кстати, не ожидала, что ты такой. Думала, там какой-то строгий такой. Строгий? У тебя один-ка, да. Нет. Спасибо огромное. На самом деле, очень интересно было с тобой поговорить. Я узнал о тебе. Надеюсь, и зрители тоже узнали о тебе много нового. Я надеюсь, что у тебя все в жизни сложится наилучшим образом. И в плане профессиональной деятельности, и в плане семьи, и в общем окружении твое, чтобы было хорошее. И желаю, чтобы твоя работа приносила тебе удовольствие и хорошие деньги. И дальше. Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться. Я тебе желаю развиваться. Ты и так развиваешься. Вот. Чтобы это тоже тебе все приносило удовольствие и деньги. Угромное удовольствие. Угромное удовольствие.